Палка нужна для того, чтобы в труднодоступных местах, к примеру, искать спрятавшиеся грибы. Шерстить сосновый лес в июле нужно на предмет детских грибов. Такое прозвище Алексей Фисенко дал маслятам. А всё потому, что их поиск можно доверить даже ребятне. К белым грибам любитель тихой охоты относится с опаской. Рассказывает, 10 лет назад ложным белым грибом насмерть отравилась семья знакомых. А маслёнок такой сюрприз не преподнесёт. Гриб червивый. Ходить по грибы Алексей начинает в апреле. Чуть ли не сразу, как снег сойдёт, когда в лесу появляются сморчки. Разгор лета грибник, конечно, тоже не пропускает. Обилие конкурентов в сезон его совсем не пугает. Бывали такие моменты, что идёшь следом за грибником, прямо вот ты его видишь, да, его спину, идёшь следом, собираешь грибы. То есть гриб такое растение интересное. Я бы назвал его даже интеллектуальным, потому что оно иногда прячется от человека. То есть если человек не понравился, ну это моя ассоциация, то он прячется, его грибник не находит. А чтобы гриб не спрятался, Алексей ходит на тихую охоту один. К другим грибникам старается не приближаться. В детстве же обыскивала леса вместе с мамой. Она и о зампоиска грибов научила, и любовь к природе привела. К лесу Алексей теперь привязан всей душой, и он отвечает взаимностью. Лет семь назад подарил белый гриб в три с лишним килограмма веса. Мобильного телефона у мужчины не было, так не осталось даже фото. Червивых и нет, а улов обычно в три ведра. Правда, только после дождей. Они в Преамурье нагрянут уже в конце недели. Юлия Анохина, Денис Лугов, программа «Город».